24 миллиона рублей дополнительно получат социальные учреждения Чувашии по распоряжению Владимира Путина. Средства пойдут на ремонт здания городской детской больницы номер 2 в Чебоксарах и здания Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Этот и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы республики и правительства Чувашии. На 1 август задолженность по вылопоте заработной платы составляет 39 миллионов рублей перед работниками семьи организации республики. Такие данные приводит Минтруда Чувашии. Прибавилось 3 организации на сумму около 23 миллионов рублей и выбыли 2 организации на сумму 10 миллионов рублей. Основное повышение суммы задолженности по зарплате произошло за счет появления в задолженности за опром трактора вагона это 20 миллионов рублей и Чувашский бройлер 2 миллиона 600 тысяч рублей перед 271 работником. Что составило 58 процентов от общего объема задолженности. Глава республики поручил держать под постоянным контролем ситуацию вокруг Чувашского бройлера, где более 500 человек могут оказаться на улице. Кроме того, выяснилось, что руководство предприятия предпринимало целенаправленные действия для его банкротства. Четверяков, являясь депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», выводил под своими контрольными предприятиями денежные средства и в последующем они похищались, присваивались. Именно деятельность этих учредителей привела к сегодняшнему состоянию предприятия. Глава Чувашии попросил регулярно информировать сотрудников Чувашского бройлера, чтобы люди знали, без поддержки они не останутся. Конечно, надо найти инвестора, чтобы фабрику выкупили, используя те инструменты, которые есть Сергея Ивановича, а потом восстанавливать производство. Работники временно будут стоять, мы все пособия им выплатим. Это во-первых. Во-вторых, после того, как восстановится все производство, люди вернутся на свои рабочие места. Другого варианта там нет. Всего же в первом полугодии в результате мер, принятых Минтруда совместно с прокуратурой, погашена задолженность в размере более 160 миллионов рублей. Привлечены к административной ответственности более тысячи должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 21 миллион рублей. Об итогах купального сезона доложил председатель Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. За сезон на водных объектах Чувашской Республики зарегистрировано 61 происшествие. Утонули 48 человек, в том числе 10 детей. Спасены 18 человек. Основными причинами гибели на воде стали купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения. Дети погибли, потому что купались без присмотра взрослых. На завещании рассмотрели и предварительные итоги лицензионного контроля управляющих компаний. Подробнее об этом в ближайшем выпуске информационной программы Республика.